Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы поднимем вопрос, который касается каждого из нас. Мы поговорим о катастрофических последствиях человеческой деятельности. Последние десятилетия наша планета столкнулась со множеством вызовов, которые стали результатом неуместного вмешательства человека в природу. От изменения климата до вымирания видов. Каждое наше действие имеет последствия. Вы когда-нибудь задумывались, как наши привычки и образ жизни влияют на окружающий мир, как простые действия, такие как использование пластика или нерациональное потребление ресурсов, могут привести к необратимым изменениям в экосистеме. В этом видео мы проанализируем конкретные примеры разрушительного воздействия на природу и постараемся понять, какие шаги мы можем предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Загрязнение воздуха промышленностью Согласно статистическим данным ЮНЕП, загрязнение воздуха выбросами связано в основном с промышленностью. Промышленная деятельность обычно включает производство, переработку и добычу сырья, в результате чего образуются отходы и выбросы, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Источниками загрязнения являются заводы, электростанции, горнодобывающие предприятия, химические производства и коммерческий транспорт. 6 миллиардов жителей планеты, треть которых дети, дышат загрязненным воздухом, что создает угрозу их здоровью и даже жизни. В большой концентрации загрязненный воздух поступает в организм во время дыхания, нанося ему вред в перспективе. Это может вызвать заболевания, аллергию и даже смерть. От последствий загрязнения каждый год умирает около 7 миллионов человек. Также это вредит с животным и растением и вызывает глобальное потепление земли. В такой ситуации нельзя сидеть сложа руки. Для снижения уровня промышленных выбросов в атмосферу необходимо провести комплексную работу. В частности, на производствах и предприятиях нужно осуществить совершенствование технологических процессов, перейти на использование пневмотранспорта, сделать герметизацию технологического оборудования, а также применять очистные установки. Загрязнение воды По водопроводу в наши квартиры и дома поступает вода, которая прошла очистку, но в ней все равно могут содержаться небольшие количества разных опасных веществ. Кто ухудшает состояние воды? Вопрос риторический. Люди. Найбольший вред поверхностным водам приносит канализация. Сточные воды вместе с моющими средствами и продуктами жизнедеятельности сливаются в реки и загрязняют бассейн. Токсичные отходы промышленных предприятий тоже часто оказываются в воде намеренно или случайно. Фермерские удобрения попадают в верхний слой почвы, откуда вымываются осадками в водоемы или просачиваются глубже и смешиваются с подземными водами. Кроме того, довольно часто случаются утечки нефти во время ее добычи и транспортировки. Многие водоемы превращаются в свалки, куда сбрасываются твердые отходы и мусор, а также много загрязнителей из атмосферы попадает в водоем в результате круговорота воды. Чем это чревато? Недостатком питьевой воды, размножением бактерий, вызывающих кишечные инфекции и отравления, вымиранием живых организмов в реках и морях, естественным осушением водоемов и ухудшением состояния окружающей среды. И это далеко не полный список. Как же изменить ситуацию к лучшему? Для смягчения последствий в первую очередь должны быть введены строгие правила на законодательном уровне, а также проведена работа по информированию общественности о серьезности проблемы. Уничтожение животного мира. За последние 500 лет в результате прямого и косвенного влияния антропогенного фактора вымерло около 900 видов животных. Основными причинами вымирания на протяжении всего периода стали высокая плотность населения, разрушение среды обитания видов, браконьерство, деятельность человека на Земле и другие антропогенные угрозы. Фактор изменения климата гораздо меньше влияет на вымирание животных, даже несмотря на то, что глобальное потепление происходит опять же во многом из-за деятельности человека. По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сегодня под угрозой исчезновения находится более 44 тысяч видов, а некоторые ученые считают, что более половины ныне существующих видов могут исчезнуть уже к 2100 году. Чтобы предотвратить вымирание животных, необходимо принимать меры по сохранению природы и ее биоразнообразия. Например, строить заповедники и национальные парки, уменьшать загрязнение окружающей среды и использовать устойчивые методы вылова. Также нужно принимать меры по борьбе с незаконным браконьерством и защите животных от промышленного использования и торговли. Осушение болот На протяжении всей своей истории человечество боролось с болотами. Болота воспринимались как непригодные и бесполезные площади, пользу могла приносить лишь добыча торфа. Заболоченные земли осушали, они подверглись уничтожению для применения в хозяйственных целях. Но во второй половине 20 века выяснилось, болото играет ключевую роль для поддержания биоразнообразия и климата земли. Осушение болот приводит к осушению мелких рек, берущих истоки в высыхающих болотах. Высыханию лесов, гибели болотной растительности и фауны, повышению риска возникновения пожаров. Что нужно сделать для решения проблемы? Провести восстановление неиспользуемых болот до их первозданного состояния. Но, как выяснилось, дело это даже еще более сложное, чем их осушение. Вырубка лесов. Лес – уникальная экологическая система, в которой уживаются тысячи видов растений, грибов, насекомых и животных. Вырубка природных угодий уничтожает жизни на нашей планете. Кроме того, обезлесение приводит к изменению климата, загрязнению атмосферы, эрозии почвы, нарушению круговорота воды в природе и, как следствие, к миграции людей, которые вынуждены переселятся в места с более благоприятной экологической ситуацией. Одна из основных причин вырубки лесов – потребность в древесине для производства строительных материалов, бумаги, мебели. Лесные ресурсы остаются основным источником сырья для промышленности. Также лесные участки вырубаются для освобождения земель по цели сельского хозяйства и для расширения городских территорий. Но разве ценность лесных угодий не превышает выгоду от их вырубки? Лишь сокращение объемов вырубки и посадка новых деревьев сможет решить эту проблему. Истощение полезных ископаемых Полезные ископаемые сложно классифицировать по принципу исчерпаемости, но практически все горные породы и минералы относятся к невозобновляемым благам. Да, они постоянно образуются глубоко под землей, но для многих их видов требуются тысячелетия и миллионы лет, а за десятки и сотни лет их образовывается совсем малое количество. По видам все ископаемые разделяются на жидкий нефть, твердый уголь, мрамор и газовое, природный газ, метан. Проблема использования ископаемых заключается в том, что люди с развитием прогресса и технологией все интенсивнее расходуют их. Поэтому некоторые виды благ могут исчерпаться полностью уже в этом столетии. Чем больше возрастают запросы человечества в том или ином ресурсе, тем быстрее расходуются основные ископаемые нашей планеты. Люди попросту не умеют правильно распоряжаться ценнейшим богатством Земли. Чтобы избежать полного истощения земельных ресурсов, необходимо рационально их использовать, проводить меры для восстановления, а также совершить переход на возобновляемые источники энергии. Загрязнение планеты мусором. Мусор и различные отходы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, но на сегодняшний день это превратилось в глобальную проблему. Усугубило ситуацию изобретение дешевого одноразового пластика, а постоянно растущий спрос на новые товары только увеличивает количество мусора в геометрической прогрессии. Вред от мусора часто недооценивают, но на самом деле мусор, который образуется в результате человеческой деятельности, вызывает изменения климата, загрязняет почву, воду, воздух. Мелкие предметы из синтетических материалов поедают птицы и звери, что часто приводит к их гибели. Пластмассы и другие небиоразлагаемые материалы сохраняются в окружающей среде годами и даже столетиями, накапливаясь с течением времени и нарушая баланс экосистем. Борьба с загрязнением мусора требует скоординированных усилий, включающих образование, улучшение управления отходами и реформу политики. Но, к сожалению, сегодня человечество производит настолько огромное количество отходов, что пока не способны их эффективно перерабатывать. Урбанизация. Быстрое расширение городов и городских территорий оказывает глубокое воздействие на окружающую среду, создавая сложные проблемы и возможности для устойчивого развития. Население все больше стекается в городские центры. И все больше возрастает спрос на ресурсы, инфраструктуру и услуги. Выходит, что урбанизация – это естественное явление, которое возникло благодаря развитию человечества. Казалось бы, это только плюс. Однако данный процесс принес с собой и негативные моменты. Расширение городских территорий вытесняет дикую природу и природные экосистемы, вызывая сокращение биоразнообразия и изменяя экологическую динамику. Городские районы стали источником загрязнения воздуха в результате выбросов транспортных средств, промышленной деятельности и производства энергии, а также основной причиной загрязнения рек и океанов с точными водами. Смягчить неблагоприятное воздействие урбанизации на окружающую среду можно путем озеленения городов, использования экологически чистой инфраструктуры и вовлечения общества в эту проблему. Техногенные аварии. Техногенная катастрофа – бедствие, возникшая из-за неосторожного обращения с плодами технического прогресса. Например, это авария на ядерной станции, утечка взрывоопасного вещества на производстве, взрыв на газопроводе. Основной причиной возникновения техногенных катастроф является человеческий фактор. Самой масштабной по числу жертв считается Бхапальская катастрофа, произошедшая 3 декабря 1984 года в Индии. В результате выброса паров метилизацианата на химическом заводе Юнион Карбид. Непосредственно в день аварии погибло 3000 человек, 15 тысяч умерло в последующие годы. Также одной из самых больших катастроф считается прорыв дамбы Бантяо, произошедшей 8 августа 1975 года в КНР. В результате наводнения погибли около 22 тысяч человек. Позднее из-за голода и эпидемии умерло от 171 до 230 тысяч жителей провинции. О чернобыльской катастрофе и ее последствиях знает даже ребенок. Для предупреждения возникновения техногенных аварий проводят целый комплекс мероприятий от грамотной разработки и применения установки до внедрения автоматизированных систем контроля безопасности и соблюдения правил. Но, к сожалению, человечество все еще остается незастрахованным от такого рода ситуаций. Военные действия Мы не могли не упомянуть в этом видео военные действия, ведь развязывание войны – это буквально самое худшее, что может сделать человечество. Тем не менее, крупномасштабные вооруженные конфликты между государствами или негосударственными субъектами были частью человеческой истории самого начала цивилизации. Существует множество различных факторов, которые могут привести к войне. К примеру, территориальные споры, идеологические различия, экономическая конкуренция, месть, борьба за власть. Однако какой ценой ведется война? Ведь боевые действия приводят к массовой гибели людей, потере ими здоровья, жилищ, средств к существованию, нарушению среды обитания, социальным беспорядкам и насилию. Оставляют после себя долгосрочную травму у тех, кто их пережил. Кроме того, вследствие боев случаются техногенные аварии, утечки тактичных отходов и топлива. Разрушенные здания десятилетиями выделяют канцерогенную пыль. Тяжелые металлы и химикаты проникают в подземные воды и отравляют источники питьевой воды. Почвы в зонах боевых действий становятся непригодны для земледелия, уничтожаются целые экосистемы. Экологический ущерб от военных действий очень многогранен, а его последствия могут ощущаться столетиями. Разве оно того стоит? Ведь вместо войны можно использовать дипломатию, экономические санкции, миротворческие силы. Есть много вещей, которые можно сделать, чтобы предотвратить войну и построить более мирный мир. Однако не все страны научились ими пользоваться. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Как вы считаете, какая именно человеческая деятельность приводит к наиболее разрушительным последствиям как для планеты, так и для человечества в целом? Делитесь своим мнением в комментариях.